Всем привет! Сегодня приехал на новое место, на новые поля, новое направление, так сказать. Здесь я еще никогда не был, не то что на полях, а в этом направлении Колобинского района. Прошелся по... ну, поле недавно чуть-чуть перепахали. Вот, здесь вот с одной стороны бурьян, с другой стороны немножко перепахано. И вот прям на границе нашлась первая монетка. Вот, и не то что абы какая монетка, а это гривенник, 785 год. Достаточно неплохой сохран. Шикарно, у меня еще такого не было. Полуполтинник у меня был, а вот гривенник это первый. Хорошая находка, зачетная. Замечательно. Придется еще здесь ходить. Ну что, до новых находок. Поиски продолжаются, и вот один из хороших знаков. Канина. Значит, они были, они пахали. Это поле. Правда, здесь очень много черноты, очень много мусора. Но, ничего. Будем копать, будем стараться. Вот, смотрите, какая еще интересная штучка попалась. Подвеска или часть подвески, или часть сережки, не знаю. Целое. Что-то там изображено, но пока не могу разглядеть. Все в грязи пока. Но почищу и все покажу. Иду дальше. Вот у нас лежит представитель советской власти. 5 копеек. 31 год. Достаточно хорошая монетка. Сохран. Тоже хороший. Нет ни язв, ни вмятин. Ничего. Зачет. Забираем. Вот у нас лежит представитель советской власти. 5 копеек. 31 год. Достаточно хорошая монетка. Сохран. Тоже хороший. Нет ни язв, ни вмятин. Ничего. Зачет. Забираем. Я вздумал разочароваться в этом поле. То хожу-хожу уже минут 40. И вообще ничего. Но вот. Выскочила. Полушка. Так. Сейчас секундочку. 700 какой-то год. Чуть-чуть она. Потертая. Но. Хоть что-то есть. Хорошо. Ну. Сейчас все по этому краю поля пройдусь. Если больше ничего нет. Попробую перейти на другое поле. Вот не знаю с кем это связано. Вот монетка. Она медная. Скорее всего. Это. Это деньга. Это деньга. Но. Почему-то. Здесь. Как сказать-то. Годограф. Показывает. Цифры. Он. Вот. Видео показал на 56. Хотя на других местах полях медь идет от 68 и выше. А почему здесь вот так вот низко идет. От грунта отстроенный. Ложных сигналов практически нет. Ну вот так вот. Цифры показывают ниже. Ладно. Иду дальше. Ну вот почти на выходе. Нашел один сигнал. Так. 66. Глубина. 14.23. В принципе, возможно, это монета. А хотя. Нет. Я уже чувствую какую-то железяку внизу. Ой. Так, проверяем. Что-то выкопали. Да. И что такое здесь-то? Замок, если от машины, от багажника какого-нибудь. Похоже на то. Кто-то явно что-то потерял. Ладно. Переходим на другое поле. Если я не ошибаюсь, то где-то вот здесь была деревня. Сейчас попробуем ее найти. Не знаю. Я здесь не был. Но по карте и спутник показывает, что вроде бы здесь. Ну что ж, пойдем посмотрим. Прошел, наверное, метров 600 по полю. Сигнала вообще нет. И вот первый сигнал. Вот вроде бы какое-то колечко. Еще не знаю, целое, не целое. Ну, целое, но погнутое. Ну-тое. Но ничего. Здесь, наверное, ничего. А, нет. Даже какой-то рисуночек присутствует. Не разберу пока что там. Так, хорошенькое колечко-то. Таких, по-моему, я еще и не находил. Зачет. Забираю. Тогда продолжаю. Коп дальше. Все-таки деревня была где-то здесь. Там внизу водоем. А вот почти сверху, буквально в пяти сантиметрах, вот в комочке у нас попалась монеточка. Эту... Ну, по размеру опять похоже на полушку. Полушку. Да, полушка. Состояние пока не скажу, это особо тереть не буду. Но все вам покажу. Наверное, сделаю отдельное видео, где последние находки. И там все увидите. Смотрите, не пропустите. А вот еще один хороший знак существования здесь людей. Это вот обломок от пуговки-гирьки. Верхняя ее часть. Жалко, что они целые. Такая вот находочка. Иду дальше. Деревню я, конечно, нашел. Она вот здесь вот стояла. Вот вдоль вот этих вот деревьев. И вон туда, вон в угол. Здесь кирпичей, камней, мать-мущая. Но еще больше здесь ямок от нашего брата-копоря. Ну вот, попался монитосик. Так, это... Это советы. Но что-то дико убитые. Зеленые какие-то. Это, наверное... Сейчас. Это у нас 3 копейки 1939 года. Вот в таком плачевном состоянии. Ну ладно, может быть, еще что-нибудь нам оставили. Посмотрим. Не все. Все-таки наши друзья-копори собрали и выкопали. Конечно, хорошо, когда первые. Первому здесь, конечно, повезло. А я здесь добираю остатки. Ну а 20 копеек попалось. Эта деревня исчезла примерно в 50-х годах. Так что, скорее всего, это примерно эти годы и есть. Иду к машине. Если что будет интересное, то обязательно покажу. Покажу. Субтитры сделал DimaTorzok